Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Вот такой классный маленький перепеленок, китайский расписной перепел, у меня вылупился сегодня утром. Он очень крохотный, яички у них очень маленькие. Это первые. Еще есть одно яичко, надколовшись. Ну посмотрим, надеюсь, вроде живое внутри. Китайский расписной перепел, это декоративная птица. Его разводят в качестве домашнего любимца. У взрослой птицы красивый окрас, тихий голос. По размерам эта птичка очень маленькая, приблизительно 11-14 см в длину, а вес всего лишь 45-70 г. Характер спокойный, к соседям по вольеру относятся тоже хорошо. Если это большой вольер, их можно содержать вместе с амодинами. Амодины на верхнем ярусе, а перепела на земле. Взрослые самцы могут быть агрессивны друг к другу и не уживаться. Поэтому лучше эту птицу держать парами, или например, 1 плюс 2-3 самки. Или тогда площадь должна быть побольше, чтобы самцы с друг другом не конфликтовали. Самки такой агрессии друг к другу не выражают. Освещение им нужно естественное. Питание должно содержать все необходимые витамины и минералы. Этот перепел это самый маленький из своего вида. Убегает из кадра постоянно. Маленький. Особи в дикой природе могут жить до 10 лет. Чтобы они лучше усваивали пищу, ему в клетку, вольер нужно ставить миску с песком. Ни в коем случае нельзя давать овес. Они его не усваивают. В дикой природе расписной перепел селится на влажных лугах. Для устройства гнезд используют сухую траву и листья. Самец участвует в выращивании пастомства. Пока самка сидит на яйцах, он приносит ей корм и потом помогает выращивать молодняк. Этих перепелов можно содержать в квартире, в доме. Для их содержания нужна большая клетка. Приблизительно высота клетки должна быть около 100 сантиметров. Площадь 1,5-2 квадратных метра. Потолок из мягких материалов, потому что они могут взлетать вверх вертикально, чтобы птица не покалечилась. Песок, как я говорила, место для укрытия и для гнезда. Температура содержания приблизительно 16-18 градусов. Если температура будет меньше, они перестают нестись. Птица очень быстро растет. На третий день после вылупливания их тело покрывается уже перышками, а через несколько дней они могут даже летать. Я так понимаю, просто высоко взлетать вверх. К трем неделям они набирают половину массы тела взрослой птицы. К 5-6 неделям их уже тяжело отличить от взрослых, а к концу второго месяца становятся половозрелыми. У меня эта птичка очень новая. Я давно о них мечтала, но вот только теперь они у меня появились. Второй малыш еще в инкубаторе. Очень хорошо, что хотя бы их будет двое, а то бедному грустно здесь одному. Очень долго не могла решиться завести. Для начала это потому, что нужно было яйца слать. Слать с другой стороны Литвы. Я не очень доверяю почте. Потому что вполне могли быть яйца замороженные, разбитые. Одним словом, недоверчивая ее. Ну и плюс немножко цена кусалась. Когда я смотрела приблизительно год назад, то цена одного яйца была около 50 центов. А взрослая пара около 15 евро, если я не ошибаюсь. Как-то меня немножко цена смущала. Уснула ребенок. Прямо в миске. Хорошенький. Одним словом, буду растить, набираться опыта, делиться с вами. Пока что мои знания не из опыта, а из книг, из интернета. Для сравнения хотела показать яйцо перепелиное, обычное, техасное и яйцо распесного перепела. Ну и где же наш последний малыш? Уже, уже скоро. Сегодня все. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok